Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте, с вами Сварак. Ну что, меня не было целую неделю по ряду причин, но зато я отдохнул морально от игры. Моё седалище перестало гореть от забаненного аккаунта, поэтому начну игру с новыми силами и буду для вас ваять новые видосы с большим усердием, нежели раньше. Виктор Фролов, огромное спасибо за поддержку. Благодаря тебе покупка нового микрофона переносится на ближайшее будущее. Сегодня мы поговорим про парочку новых вбросов от Плариума, а в частности это событие, точнее не событие, это просто добавленное слияние. То есть помимо того, что у нас был реликвар, который собирался из героев, которые целиком и полностью падают из компании. Сначала мы собираем юстика, потом мы собираем релик. Этот герой у нас есть в миссиях развития. Также у нас в слиянии еще целых четыре дня фоли. Наверное, самая дорогая ляга, которая была в этой игре, потому что собрать его огромнейшие труды, огромнейший донат, благодаря которому много жоп сгорело и многие просто бросили это все дело. Кто-то даже не начинал. Также нам добавили Разона. Героя можно собрать только один раз, потому что Плариум боится, что собрав всех этих вот очень много раз, Сейчас мы на арене увидим толпы дефов с каким-нибудь заливщиком или просто четыре раза на в команде с макс скиллами. То есть, ну, лишь наоборот, можно было бы это было бы прикольно, но я не думаю, что у всех в хранилище лежит по четыре эпика. Именно вот этих вот. У меня за полгода накопились, может быть, они. И то, благодаря событию на фоле всех героев, что у меня были, я слил, вскормил апая требуемых вот этих вот всех зверей, поэтому не думаю. И также нам сегодня добавили Живоглота, которого можно собрать из четырех героев Тьмы, как это ни странно. Я думаю, что это сейчас сделать намного проще, нежели ту же самую неделю назад, потому что недавно тот же самый Плариум увеличил шанс дропа героев легендарных с Войтшардов. Не думаю, что прям многие поимели себе всяких атаманов с баронами, поэтому у кого-то стопудово эти вот рарки есть, и собрать Живоглота можно, но я чуть-чуть не понимаю, зачем. Для новых игроков, как бы, ну, да, он зайдет, а для стареньких... Давайте посмотрим на него. Вот такая вот жаба. База. Атака по врагу с вероятностью 25 накладывает заморозку на один ход. Ну, прокачиваем его, получаем 35 шансов заморозки. Ну, контроль с базы, ну, на одного героя. Второй скил. Накладывает на союзников бонус крит шанса 30% и бонус скорости 15% на два хода. Перезарядка минус один ход будет три хода кд. Ну, уже получше, конечно, но у нас у каждого в паке есть заливщик. Ну, в паке, кто уже сидит повыше, там, начиная с голды, наверное, потому что в серебре еще можно без залива играть. И третий его скилл. Это восхищает двух случайных союзников с четвертью здоровья и накладывает на них блок уроном на один ход. Вот. Ну, рез, конечно, хорошо, но, как я-то уже говорил в обзоре заливщиков, ссылочка появилась здесь, про Гаргараба, что если ты ресришь команду, то, во-первых, слетают все бафы, а во-вторых, если ты ее ресришь, значит, ее убивают, и это тебе не поможет. Вот. Поэтому, ну, такое. Ну, и да, аура увеличивает деф на арене на 33% у всех. То есть в деф-пак он, может быть, и зайдет, но зачем? То есть это очередная беспонятная фиговина эпическая, которую вбросили в слияние. Да, его можно собирать бесконечное количество раз, потому что ограничение здесь нигде не указано. То есть его же можно прокачать повторками, его скиллы на максимум, но... Господи, это такое себе удовольствие. Легче тогда уже и вправду собрать релика будет. На арене от него будет явно больше пользы, чем от живоглота. Ну, это, конечно же, мое мнение. Кто-то точно думает по-другому. И прям вот бежит собирать живоглота. Я, конечно, попробую собрать на своем новом аккаунте Разена. Как бы безвременное, без ограничений слияние на легендарку. Причем герой достаточно неплохой. На базе у него три удара. С вероятностью 20% снимает с него. Ну, видимо, снимает с героя случайный бонус. Это герой защиты. У него все атаки идут от защиты, поэтому его, как бы, поднимать. И в этом плане, думаю, будет полегче. Не нужно будет следить за атакой и за защитой, чтобы не проседать в чем-то. На базе у него три удара. К нему отлично зайдет гроза. Второй навык. Атака по врагу с вероятностью 75% накладывает штраф защиты и слабость. Ну, это же хорошо. Это кто-то отлично. Это зайдет куда угодно. Конечно, это для одного врага. То есть, ну, на КБ его таскать самое, то будет с таким-то навыком. Третий его скилл. Атака по всем врагам сокращает шкалу скорости на 100%. То есть, ну, это вот, это арена. Он дает по всем. Он срезает просто все скорости. Отлично. Ну, и аура увеличивает сопротивление союзников на арене на 90%. То есть, этот герой, по сути, и для арены, но я его с удовольствием покатаю на КБ. Почему нет? Он в себе совмещает и штраф защиты, и слабость. У него три удара на базе. Кубу, ну, отлично. Плюс, по-моему, красный КБ на себя вешает атаку. Он будет снимать с него бонус атаки. Мне нравится. Жалко, конечно, что только собирать один раз, но и собирать его нужно очень сильно попотеть. Из всего этого добра у меня сейчас только есть скалозуб, который мне выпал из компании. Ну, Валерка падает, тут еще. Часть из них падает из компании, часть падает с шардов. Все герои стихийные, то есть, ну, нету тьмы у них, не надо тратить воиды в ожидании, как это было с Центурионом, из-за чего угорело у всех и очень много. Поэтому, да, на мой взгляд, это хорошее, обдуманное слияние. Ну, и, наверное, одна из интереснейших, на мой взгляд, новостей для подписчиков и некоторых страждущих. Я разыгрываю четыре аккаунта, два из них будет с легендарными героями, точнее, один будет аж с тремя легендарными героями. Это Разум, который у нас участвует в слиянии, то есть, можно будет собрать даже повторку. Это Альтан и это Хозяин Гробниц, которого должны будут, ну, по крайней мере, обещали прапать в следующем патче. Также на аккаунте будет Упряжник, Йотун, Заргала, то есть, достаточно хороший список героев. Второе место. Одна легендарная, один легендарный герой, Большой Ун, герой с АОЕ-атакой на всех скиллах. Также на аккаунте будет Каэль, Лекарь, тоже Заргала. На третьем месте у нас будет разыгрываться аккаунт, специализированный для Кламбоса. На нем будет Холодное Сердце, Этель, Юлиана. И бонусный аккаунт, который тоже будет участвовать в розыгрыше. Аккаунт с почти шестью тысячами энергии. Аккаунт с Лекарем, с Гаргарабом, со Златострелом, с Фраском, с Этелью, с Остальным Черепом, с Атуром, с Фаталистом. То есть, ну, вы понимаете, огромное сборище эпических героев и целых почти что шесть тысяч энергии. Ну, ты такую видишь. Плюс там еще бусты на опыты на три дня, на один день. То есть, ну, можно прям упороться для героя хороших, в принципе. За предоставленные аккаунты спасибо Дмитрию и Сергею. Ребят, вы лучшие. За поддержку, я уже говорил, Виктор, спасибо большое. Четвертый канал, спасибо, что верите и переживали за меня, пока я горел от бана основы. Я все, я вернулся, я жив-здоров и я рад окунуться снова в это говно. Самое главное, что нужно, чтобы участвовать в розыгрыше. Быть подписчиком канала, прожать лайк, написать связанный комментарий и в комментарии указать через собаку ссылку на свой телеграм. Вот и все. И либо в пятницу вечером, либо уже после выходных, по загруженности меня на работе, я устрою уже более-менее нормальный стрим с розыгрышем аккаунта в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, прожимайте пальцы вверх. С вами был Сварак, всем благосклонного рандома и богатого дропа. Удачи!